Вот и апрель, звенит капель, и солнце славно припекает, К мечтам благим располагает, кто на рыбалку, кто на сад, А кто и огороду рад. Где зеленее травка, а где еще снежок лежит, И воздух так весной манит, природа снова обещает Любовью всех нас обновить. Я принимаю обновление, весны прекрасное творение, И с соловьем запеть готов, в очарование погрузиться, И с жизнью милой насладиться. 11 апреля, день Марка, назван в честь преподобного отца Марка. Он разрушил языческое капище, и многих людей наставил на правильный путь спасения. Когда начались гонения, и толпа желала расправы, он смело вышел сам. Он потерпел множество мучений. Каждый старался к множеству различных пыток прибавить свой, Особо придуманный род мучений. Но, видя несокрушимую крепость святого Марка, Сделались кроткими. Обратились к святой вере, и все сделались христианами. В народе сегодняшний день называли Иван пустынник, Кирилл, День березы, Берещение, Марк. Сегодня принято было идти в березовую рощу. Был культ поклонения березы, Которая в славянской традиции считалась символом жизни и здоровья. Считалось, что сегодня березовый сок особенно вкусный и обладал чудодейственной силой. С собранным сегодня соком знахари лечили больных, А также пили на счастье и здоровье. Вообще березовый сок применяли для лечения желудочных заболеваний и очищения крови. Верили, что если слегка ударить заболевшего ребенка березовым прутиком, То болезнь в тот же миг покинет тело, и ребенок выздоровеет. Для защиты дома от молнии в крышу втыкали ветку березы. И все потому, что в место, где растут березы, молния никогда не бьет. Чтобы избавиться от тоски и дурных мыслей, Рекомендовалось подойти к березе, обнять ее руками и простоять так некоторое время. Березы забирают у человека негатив, а взамен наделить его чистой положительной энергией. Только обнимать рекомендовалось здоровое дерево. Если на березе присутствовали наросты, Это было признаком того, что на дерево совершено паубное магическое воздействие. Приметы. Обилие березового сока лета будет дождливым. Березки опушаются рано к сухому лету. Было поверье, если под корни березы вылить воду, в которой купался больной человек, То болезнь уйдет в землю. Сильный ливень сегодня к урожаю овса. Гуси на лед выходят. Весеннее тепло наступит не скоро. Сороки гнезда низко вьют, значит летом будут грозы. Облака быстро бегут в одну сторону, к жаре в ближайшее время. Доброе здоровьица, уважаемые посетители моего канала. Рубрика «Мне пишут», я читаю ваши отзывы. Доктор Хаус. Доброе здоровьица Петрович. Диабет второго типа очень хорошо лечится. Даже если устранить причины, уже сахар придет в норму в крови. В большинстве случаев в эритроците сидит червяк. Кстати, я проверю, червяк там сидит или нет. Который питается сахаром. Вот вам одна и самая главная причина. Между прочим, такие люди не могут спустить сахар, даже принимая инсулин. Отдельным людям нужен протокол по системе Малахова. Диабет это сильнейшее возбуждение холода и сухости. Симптомы ветра это вторая причина. Диабетикам не обойтись без восстановления функции печени. На функции печени, к сожалению, все виды обмена веществ завязаны. Это третья причина. Питание является четвертой причиной. То есть, мы слишком много едим, а питаем мы клетки нашего организма. И ввиду того, что питание для клеток полным-полно, они не тратят энергию. Лишняя энергия просто-напросто в виде глюкозы выбрасывается через почки. И пятой причиной является ваше общение с окружающим вас миром. Также нужно устранить бессонницу. Сон до 23.00. То есть, ложиться спать надо до 11.00 вечера. Это очень важно для того, чтобы выспаться. А бессонница как раз она и возбуждает ветер. То есть, сухость и холод дает. Сухость и холод это распад в организме увеличивается. Далее. Все дело в мелатонине. Именно он является истинным врачом нашего организма. Нет мелатонина. Нет полноценной регенерации всех систем организма. В том числе и эндокринной системы. Выводы. Итак, выводы. Читайте Малахова. И не только его. И правильно. И составляйте себе протоколы лечения. Отдаем дань моды, протоколы лечения. Не за горами сезонная активность печени. Она уже сейчас идет во всем. А сейчас активность кишечника и легких. Меняйте характер и привычки. Очень верно заметили. Именно в характере и в привычках лежат корни наших болезней. Контролируйте свои мысли. Что мы не можем свои мысли контролировать? Откуда возникает? Можем. Если мы контролируем свои мысли, то за мыслью следует эмоция. Так вот, если мы их контролируем, мы не допускаем того, что мы начинаем тут эмоционировать. И помните, что своим мышлением мы включаем силу притяжения через магнитное поле человека. Мы то, что мы думаем, мы там, где наши мысли. Так что примите вот эти вот кратенькие рекомендации доктора Хауса на заметку.